Ну, касательно кадрового голода, это, конечно, очень большая проблема. Я имею в виду и кадровый голод на уровне, так сказать, людей профессиональных, которые работают не только головой, но и руками. Это голод на уровне, так сказать, такого высшего рабочего класса, который уже, так сказать, достаточно квалифицирован для того, чтобы управлять электронными станками и прочими вещами. И, конечно же, есть голод на уровне уже специалистов с высшим образованием, то есть инженеров и прочих людей. Безусловно, это так, это большая проблема, и это результат, собственно говоря, это не результат того климата, который сложился в России, это результат, в общем-то, последнего века нашего развития. Мы очень, значит, были закрыты страной в советское время, и, естественно, огромное количество запретов было. Люди, соответственно, у людей сформировалась абсолютно ложная мечта. Ложная мечта, заключающаяся в том, что вот этот капиталистический мир, который, значит, давно загнивает, но так приятно пахнет, как говорилось в советском анекдоте, вот, этот капиталистический мир является нашей абсолютной мечтой. Вот последние кризисы, особенно кризис 2008 года, показал, что та модель капитализма, на мой личный взгляд, это моя точка зрения, она спорная, та модель капитализма, которая нам была навязана, собственно говоря, после Второй мировой войны, а именно доллар как расчетная единица, весь этот, так сказать, вся эта помощь военная, это все было в форме кредитов выдано, и в результате мы получили Соединенные Штаты Америки, мега-державу, супер-монстр, который, собственно говоря, сегодня пытается диктовать миру свою волю и перекладывать на мир свои проблемы. Это модель Рухтула, и мне кажется, что вот это тот момент сегодня, когда, так сказать, отъезд в другие страны в поисках лучшей жизни становится, на мой личный взгляд, весьма сомнительным мероприятием. И мне кажется, что потребуется, безусловно, ситуация с кадрами должна улучшиться, потому что должна улучшиться демографическая ситуация, потому что все-таки мы живем лучше, но для этого потребуется определенное время, для этого потребуется время и пиар. Ну, пиар в хорошем, так сказать, в правильном смысле этого слова. То есть надо пиарить свою страну, надо пиарить свою индустрию и, естественно, не останавливаться на тех, скорее всего, не очень больших повышениях, которые существуют в экономическом секторе, повышениях с зарплатами и так далее. Сразу этот вопрос не решить, но я надеюсь, если будет взвешенная кадровая политика в нашей стране, то постепенно мы сможем сократить, остановить, а потом, может быть, и повернуть вспять вот тот отток мозгов, отток рук, отток квалифицированного персонала. А если еще введут карты на алкоголь, то будет все совсем хорошо.